всем всем добрый день я поставила на запись запись будет сегодня у нас очень актуально для нашего времени тема общий иммунитет как его укрепить продуктами лр и как для себя выбрать именно то что вам подходит тут есть несколько критерий зависимости от того что вы хотите потому что продуктов для иммунитета как оказалось много почему эта тема сейчас актуальна первое потому что большое количество вирусных респираторных инфекций второе потому что большое количество людей определенное время сидят на карантине две недели потому что они были контактные по новому вирусу и конечно хочется чтобы осенью и зимой мы как-то спокойно это все перенесли и наш иммунитет был достаточно крепкий напоминаю что я эксперт компании по образованию я химик работаю в университете медицинском на урале в городе екатеринбург сегодня мы говорим о том как укреплять поддерживать помогать организм значит ну так совсем совсем по простому что такое иммунитет вот у вас картиночка перед вами то есть это защита а в первую очередь от чужеродных частиц бактерий вирусов грибков каких-то других паразитов которыми мы встречаемся постоянно и сейчас например первое к чему нас приучили приди домой помой руки потому что руками даже если в перчатках если то они остаются на перчатках если без перчаток то соответственно это первое как бы вот что нужно сделать а иммунитет это не обязательно защита от внешних воздействий дело в том что у нас под действием разных факторов это может быть фактор стресса это может быть фактор неправильного сна то есть неправильно как бы человек не глубоко спит не то количество времени он спит или тревожность изменения какие-то идут все это приводит к образованию или просто например ну вы находитесь зоны повышенной радиации а где у нас зоны повышенной радиации это а где у нас какие-то серьезные предприятия которые перерабатывают металлы но у нас на урале это буквально в каждом населенном пункте более-менее маленькому и большом городке обязательно есть какое-то предприятие вот или же или же вы находитесь в предгорьях вы находитесь там где есть источники натуральной руды а натуральная руда всегда имеет повышенный радиационный фон вот любая даже если например у вас карьер а там добывают мрамор а вы этим мрамором хотите например дорожки в саду сделать тут еще надо подумать и измерить приборами чтобы не было такого чтобы потом по дорожкам странным ходили вот это все приводит к образованию большого количества свободных радикалов у нас внутри у нас внутри и наша иммунная система не позволяет им размножиться бесконтрольно и у большинства из нас нет такого заболевания как опухоль понятно да то есть иммунитет они это не обязательно вот от вируса которая приходит это в том числе от изменений от мутации защита вот и защита от клеток или частиц которые не были ранее нам известны потому что ну абсолютно точно могу сказать что всеми всеми вирусами гриппа никто никогда может быть какие-то люди болеют всегда всеми вирусами грипп но одни можно заболеть другим можно не заболеть от этого можно приобрести иммунитет а вот от другого нет и любое любая частица абсолютно новая попадающая в наш организм она тоже должна распознаваться организм очень и очень умная биологическая машина вообще умнее нашего организма я думаю машину вообще не существует вот то есть она так вот устроена чтобы все это распознать как-то рассортировать но если уж совсем непонятно да то хотя бы куда-то так сказать подальше отодвинуть но эта система эта машина вот как в обычной машине у нас что есть того вот у нас есть смена колес вот у нас есть не на масло на зимние у нас есть даже ну вот омыватель вода для омывателя мы же его меняем в зависимости от сезона так вот иммунитету нашему особенно в период эпидемии перехода с одного сезона на другой тоже нужна поддержка это как будто бы знаете такая сезонная профилактика вот она ну по большому счету раньше была в ссср это было понятно вот все пили в это время витамины все пили в это время какие-то чаи там все что-то делали там кто-то закаливался кто-то на улице гулял в общем разные варианты но все равно что-то всегда все делали сейчас к сожалению ритм жизни такой что иногда люди работают 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 потом просто пал все и заболел вот чтобы такого не было чтобы резервы были большие и у организма хватило сил и на иммунную систему хорошо работающие тоже вот о чем сегодня пойдет речь то есть пойдет речь о профилактике и помощи и здоровье но вопрос все равно как укреплять и поддерживать иммунитет он принципе стоит всегда везде и а здесь не пошла по пути какого-то там ноу-хау она просто компания что сделала она использовала три момента она использовала все научные разработки которые известны на данный момент она использовала всю исторический опыт использования различных растений конкретных каких-то определенных фракций определенных компонентов для чего для того чтобы организм был более крепкий более синий и она использовала непосредственно те природные составы которые окружают нас до сих пор понимаете вот до сих пор независимо от того что на нашей планете очень много что человек делает отрицательного но эти растения они до сих пор на нашей планете растут и а их можно размножить их можно в естественных условиях собрать их можно культивировать и так далее у нас например вот в россии такой такой массовой здравницей являются например алтайский край где вот эти все лекарственные растения не все конечно ну какая-то часть которая растет у нас в россии вот произрастают естественных условиях просто пример что же будет использовать компания какие растения конкретные какие методики используются для того чтобы человек был здоров значит во главу в центре ставится растение алоэ вера барбаденсис миллер это один из двухсот видов алоэ кто-то знает алоэ вера которая растет у нас например в россии на подоконниках это тоже один из видов алоэ вера но не алоэ вера барбаденсис миллер значит смотрите то растение которое растет на подоконниках в переводе на русский язык а называется по-другому столетник столетник что означает вы знаете я вам хочу рассказать одну такую реальную историю она произошла именно со столетником со столетником хотя он не предназначен для приема внутрь он предназначен для обработки поверхностных ран ожогов но эта история она очень показательная у моего партнера был когда-то еще маленький малыш несколько лет ему было постоянно очень сильно болел и болел 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 и конца и края этому не было и они пошли к врачу и попали все люди разные специалисты разные попали очень хорошему врачу ну бывает такая ситуация вот меня везет на хороших врачей вот они попали вот к не очень хорошему врачу и он маме которая уже отчаялась вот напрямую говорит ваш ребенок не жилец вы можете себе представить ужас этой мамы она конечно все она дальше уже ничего не слышала что он не сказал может быть он хотел акцентировать внимание на чем-то она где я дальше ничего не слышала что потому что я что услышала она услышала что вот да угроза жизни вот она с этим сынули приходит домой и все и она рыдает она не может остановиться и а мать с ребенком лет до трех очень сильно связан есть такая связка прямо очень сильно и ребенок приходит на кухню там к бабушке или так себе не пришли там стоит алоэ столетник вот он маме говорит мама это что огурчик такой берет руками отламывает этот столетник и можете себе представить с колючками грызет я не знаю сколько он изгрыз но это было переломным моментом он пошел на поправку эту историю мне рассказала партнер которая в лр уже лет 7 и когда она же представляешь лет 7 она рассказала вот это и нагает таня мне сказали что он не жилец я так хочу найти этого врача и показать своего сына метр девяносто ростом вот ну вот такая история на самом деле произошла но обращаю внимание для того чтобы пить внутрь наш столетник как как бы как добавка к еде он мне подходит он подходит только для наружного использования это доказано клиническим образом поэтому это очень важно а вот тот алоэ вера который используется для приготовления питьевых напитков геля алоэ вера он конечно очень хорош потому что там около двухсот различных полезных ингредиентов и на его основе напитки просто несут большую кладезь для здоровья в том числе для иммунитета значит кроме этого что еще использовать для иммунитета вот в левом крайнем уголке это смесь которую используют на востоке и на западе для россии она новая как смесь это мед лимон имбирь почему она для россии новой лимон совсем недавно зависли если смотреть всю историю россии имбирь уж подавно совсем прям вот совсем недавно а на востоке например это абсолютно нормальная такая смесь в россии эта смесь которая использовалась от гриппа состоит и она до сих пор может быть использована это хрен вот или редька чеснок и мед она до сих пор используется единственное конечно запах после этого человека ну такой крепкий стоит вот если ты работаешь в офисе то ну как бы не очень комфортно наверное будет окружающим вот теперь смотрите а есть опыт использования гриборейши есть опыт использования различных ягод ягоды очень большие по ассортименту это может быть и малины и клюквы и брусника и черника и черноплодная рябина вот и облепиха и очень много ягод потому что они дают абсолютно разные компоненты и сочетание этих компонентов у нас тоже использована тоже вот эта сила ягод и фруктов есть значит мы знаем о том что очень полезен экстракт виноградных косточек экстракт шкурки и мякоти винограда как красного так и зеленого потому что это дает защиту от свободных радикалов и лр тоже используют это дальше есть растения типа ладоника вот который в правом нижнем углу на самом деле растений которые используют лр ну я не знаю слайдов наверно 40 нужно использовать для того чтобы все эти растения привести это просто невозможно просто выдержка некоторых из них растение ладоник занесено в реестр или в регистер называется особо ценных растений европы произрастают греции и турции содержит очень большое количество полифенолов объясню на что они влияют кроме того есть мировой опыт использования пробиотиков что это такое тоже поясню это полезные бактерии для кишечника и у нас есть продукты которые очень сильно влияют на наше настроение на нашу работоспособность на наш энергетический потенциал на потенциал нашей силы силы для жизни и это кроме того что дает силу для жизни это дает состояние уравновешенности внутренней и иногда это состояние очень помогает почему потому что нам нужно чтобы организм был как вам не в состоянии перевозбуждения не в состоянии истерии потому что в этом состоянии хорошего решения в голову ну вряд ли придет а нам нужно именно состояние внутреннего равновесия какого-то хорошего внутреннего такого радостного ощущения от жизни в принципе и вот эти все компоненты в разных продуктах собраны а невозможно сделать это все в одном продукте это просто невозможно потому что такое количество различных компонентов они не все же друг другом совмещаются по показанию кислотности например там по растворимость я приведу некоторые из них вот почему для чего они используются вот я говорила про смесь корня имбиря с медом лимона посмотрите у него есть противовоспалительные обезболивающее действие иммуностимулирующее действие спазмолитическое действие тонизирующие антисептические свойства потогонные противорвотные антиоксидантные или например сам алоэ вера о котором идет речь мякоть растения алоэ вера барбаденсис миллер без внешней шкурки без алоина вот содержит витамины обратите внимание какое количество вот содержит минералы тоже определенное количество содержит аминокислоты причем аминокислотный ряд он очень большой там есть заменимые незаменимые аминокислоты поэтому это может быть источником не просто минералов витаминов а источником строительных кирпичиков для того чтобы организм сам восстановил какие-то белковые фракции белковые функции определенных веществ а ферменты желудочного сока и некоторые другие компоненты они имеют белковую природу и если например они не попадают с вами с пищей они должны внутри синтезироваться а из чего их синтезировать если нету еде отдельных аминокислот вот они синтезируются например из сырья сырьем является любой алоэ вера гель любой абсолютно любой потому что в любом алоэ вера гели основа одна гель алоэ вера барбаденсис миллер эндзимы я уже про это говорила это биологически активные катализаторы которые улучшают работу органов и систем монополисахариды и вот отдельно я выделила ацимонан вот только ацимонан вот смотрите мы его рассмотрим отдельно потому что это вещество которое содержится только в геле внутреннего листа алоэ вера барбаденсис миллер следующее растительные истеролы которые снижают так называемый плохой холестерин аминосахара это такие компоненты которые очень похожи на лекарственные хондропротекторы то есть метил сульфанил метан органическая сера и вот так далее глюкозамин сульфат хондроэтин сульфат здесь немножечко другие формулы видите глюкозамин и галактозамин но эти формулы как будто содержат фрагменты этих компонентов кроме того он содержит мочегонные слабительные средства средства которые помогают при атеросклерозе и вот только ацимонан вот минералы витамины аминокислоты там другие компоненты и только ацимонан вот если его рассматривать потому что у нас сегодня вопрос про иммунитет и мы будем в основном рассматривать почему иммунитет от алоэ вера улучшается с чем это связано это конечно связанные с витаминами и с минералами но это прежде всего связано с наличием вот этого ацимонана посмотрите клетки становятся более устойчивыми к вирусами и патогенным бактериям улучшается общий метаболизм улучшается противовоспалительный эффект я пока смотрю только то что касается иммунитета увеличивается собственное производство интерферона интерликина образуются антитела образуются т-клетки и они синтезируются в основном в органе селезенка дальше увеличивается активность таких клеток и кроме этого еще множество множество других причем даже вот посмотрите понятно антиомолаживающее и возрастные свойства что-то меня еще потом что-то я найду что хотел еще сказать то есть вы понимаете вот у этого ацимонана очень много полезных свойств и практически одна треть связано с каким-либо иммунным ответом или с уменьшением воспалений или защиты организма поэтому любой гель алоэ вера любой вот какой вы любите понимаете какой вы любите конечно есть алоэ вера гель который специально создан для иммунитета да но если например вы любите какой-то другой то 90 процентов основа любого геля это гель внутреннего листа алоэ вера барбатенсис мит почему он такой полезный почему у него такая высокая биодоступность потому что он находится в коллоидном виде коллоидном виде я уже объясняла частички находятся в определенном размере и этот размер он как бы совместим с частицами крови мочи в слюне такой размер частиц и есть и организм принимают алоэ вера как родной потому что по физико-химическим свойствам плотность вязкость астматическое давление электрическая проводимость он очень похож на кровь на кровь человека хотя по идее это кровь растения алоэ вера барбатенсис мили если так по большому суждать вот ну вот такая загадка на планете земля значит что еще может дополнительно использоваться например в алоэ вера life так питьевой гель имбирь есть специальный хилатный комплекс цинка цинк обязательно в связанном виде потому что цинк металлический это простите металлическое ведро металлическое ведро сколько бы оно у вас не стояло но вам иммунитета не даст речь идет о соединении цинка 2 плюс вот в хилатной форме связано с органическими частицами чаще солей лимонной кислоты но бывают и другие хилатные частицы посмотрите он а специально введен в гель иммун плюс для того чтобы направить действие именно на иммунную систему он регулирует сигнальные пути врожденного и приобретенного иммунитета участвует формирование противовоспалительного ответа путем нацеливания на ядерный фактор каппо б нарушение этого факта ведет к иммунным заболеваниям вирусным инфекциям и опухоли он как будто бы изнутри восстанавливает вот эту защиту дальше подходит для кожных покровов это тех у кого иммунные различные вещи начинаются с кожных заболеваний есть такие люди которые сразу кожей знаете слово такое из кожи чувствую вот если чем кожей чувствует ему сильно сильно необходим цинк а цинк у нас питьевом гели имбирь плюс кроме того а у нас питьевом гели имбирь плюс а также в жидких формулах майт мастер находится селен селен считается во всем мире микроэлементом который дает противоонкологическую профилактику противоонкологическую защиту селен у нас находится в форме селенита то есть там у селена степень окисления плюс 4 и эта форма она обладает максимальными свойствами восстановителя почему эта частица нейтрализует свободный радикал свободный радикал он очень сильный окислитель сильнейший окислитель а здесь ему раз парочку подставили и свободный радикал с ним прореагировал все и перешел в относительно нейтральное состояние это именно ловец вот знаете есть ловцы снов такие красивые штуки иногда на востоке продают а силен это ловец свободных радикалов а силен должен быть в очень маленьком количестве когда проводили различные исследования в санкт-петербурге профессор додали проводили на большом количестве как бы пациентов это было сделано с участием солдат военных военнослужащих вот там очень большое там несколько тысяч человек 5 по моему или больше тысяч человек они проанализировали на наличие селена и обнаружили что селена у всех 95 процентов дефицит а это считаете военнослужащие это одни из самых здоровых людей россии согласны на военную службу берут очень крепких физически сильных не болеющих вообще людей а что же говорить про обычных людей то есть у нас пока в россии вот эта профилактика онкологическая она как бы плохо развита ну это наше будущее вот но у нас в лр это уже есть дальше а помните я говорила о том что очень сильную такую защиту дает гриб рейша за счет чего за счет чего за того что гриб вот как алоэ вера а я считаю ну как бы вершиной от среди растений то гриб рейша он имеет такую же вершину по своим свойствам среди грибов посмотрите значит что здесь получается он содержит в 7 раз больше витамина c чем в апельсина а в несколько раз больше кальция чем в молоке в несколько раз больше омеги чем в тунце да а тунец это единственная рыба которая не размножается в неволе у нас кстати из тунца делают омега-3 дальше в несколько раз больше магния чем в брокколи в несколько раз больше антиоксидантов чем в чернике белка в рейше больше чем в бобовых вот и железо больше чем в шпинате это просто природный компонент который на данный момент культивируется выращивается специально вот очень сложно его выращивать поэтому производство его всегда очень затратно вот в натуральных на деревьях среди 10 тысяч деревьев он выбирает одно вот услышите 10 тысяч деревьев растет и рейше чтобы жить выбирает одно дерево при культивировании ну конечно не такая статистика но статистика тоже то есть его очень сложно как бы привить но когда он привьется вот когда он привьется он считается гриппом бессмертия почему если срезаешь один гриб на этом месте вырастает сразу три-четыре других вот если его привить то потом это место обрастает полностью вот этими грибами рейше и добавление вот этого гриба рейше посмотрите какие необыкновенные свойства дает давайте посмотрим только то что у нас для иммунной системы значит бета-глюканы для иммунной системы 1 дальше предшественники витамина d для иммунной системы 2 терпиноиды противогрибковые противомикробные действия и от кашливания при кашле 3 дальше флабоноиды антибактериальное антигистаминное противовоспалительное действие 4 антоцианы которые мощнейшие вещества которые нейтрализуют свободные радикалы профилактика в опухоли 5 это иммунитет напрямую вот дальше что еще а германии германии вот у нас германии есть только вот в грибе рейше больше у нас нигде нет это тоже микроэлемент он тоже обладает дает противоопухолевую активность устойчивость к вирусам бактериям и другие полезные свойства то есть ну вот с разных сторон подходит компания к вопросу иммунитета абсолютно с разным про ладони которые я говорила значит используется из этого растения к сожалению некрасивые цветочки вот эти вот которые на картиночке используются листики эти листики очень богаты полифенолами я только один слайд по привожу потому почему так полезно эти полифенолы почему все носятся с этими полифенолами посмотрите давайте выбирать только то что у нас дает иммунитет значит бактериоцидное действие это иммунитет рано заживляющее это иммунитет противоопухолевое действие иммунитет защита от излучения иммунитета дальше катехина и антоциан мощь мощнейшие антиоксиданты удаляют опять свободные радикалы и силой в 25 100 раз сильнее чем у витамина c и е в 25 100 раз это реально очень круто никто не отменяет витамина c конечно же они его используют и добавляют везде где это нужно следующее что помогает организму восстановить иммунные клетки это полезные бактерии которые называются пробиотики они живут в нашем кишечнике они живут в ротовой полосе они живут на коже некоторые живут во влагалище вот и там тоже нужна определенная микрофлора чтобы была они стоят на первой линии защита при вторжении от при вторжении вредных бактерий вот и у них очень-очень много свойств очень долгая елена дерябина прямо несколько вебинаров проводила по этому продукту я проводила несколько вебинаров по этому продукту возможно еще профессор додолей проводил вебинары по этому продукту то есть вот этих бактерий их на самом деле много у нас используется только 12 штаммов полезных бактерий для чего они вот если сказать в двух словах они попадают в организм и смотрят где они могут улучшить ситуацию по иммунному ответу в кишечнике компании используют очень современные технологии позволяющие довести их до кишечника там они не размножаются они улучшают хорошую микрофлору нашего кишечника и спокойненько выводится то есть что они делают они как бы слегка задержавшись приводят в порядок особенно это очень важно для пожилых людей и особенно в это тяжелое время вот когда вот вирусные болезни много как бы когда все равно люди слегка нервничают хотя бы слегка да что вот но всякие вирусы новые нас атакуют вот или в семье например уже кто-то болеет тоже как бы не сильно комфортная ситуация и для пожилых людей вот через пробиотики путь будет более комфортный более мягкий более правильные а для активных таких молодых можно использовать и другие на что мы будем с вами влиять этими всеми продуктами мы будем влиять прежде всего на первичный иммунный ответ при таких ответах используются если простым языком объяснять три вида клеток моноциты это маленькие клеточки они быстрые информаторы их роль какая увидеть что кто-то пришел и всех оповестить как они их оповещают есть у них такие свои механизмы вот мы можем например люди оповестить по телефону мы можем по радио мы можем по громкой связи если например а если что-то случится серьезная будет ездить машины по улицам по громкой связи по телевидению вот друг другу мы можем сбегать до в живую сказать да у них тоже есть своя система коммуникацию клеток дальше посмотрите макрофаги они напоминают стражников которые вот представьте крепость и по крепости вот по окружной по вершине этой крепости ходят стражники основная часть их работы заключается в том что они ходят 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 и ходят и ничего не делают вроде как кажется нам но они сразу же быстро реагируют если они увидели врага у них такая работа дальше нейтрофилы они работают в основном в кровотоке смотрите если все таки что-то попало ну например вы порезали руку вы например ехали в общественном транспорте и ну вам некомфортно показалось например человек рядом там чихал кашлял еще что значит смотрите вот к месту которое подверглась заражению без разницы чем да вот смотрите через 30 минут подходит вот эти частицы распознают обидчика то ли это бактерия то ли это грибок то ли это вирус и а нейтрализует его что мы можем увидеть на этом месте вы на следующее утро встаете а у вас например вот на носу маленький гнойничок и все это сработали вот эти частицы они превратили вот этих кто к нам хотел прийти в материю гноя все вы обработали свой маленький прыщик на носу и все у вас даже нет в голове информация на самом деле что произошло это вот это четко через кровоток нейтрализован враг враг который для внутри для внутренности не допустили его просто снаружи вот все это называется фагоцитарная защита от вирусов бактерий грибков на это все влияют вот эти все продукты а следующее на что влияют наши продукты на вторичный иммунный ответ или так называемый приобретенный иммунитет значит у кого-то он есть кого-то его нет у кого-то он утерян абсолютно вот разные ситуации бывают значит смотрите а бывают иммунитет естественный пассивный который мать передает ребенку если у матери все хорошо если она его рожает естественным путем вот то проходя через родовые пути он приобретает вот эту микрофлору маму значит микрофлора у мамы не всегда самое замечательное кто девушки меня слушает тот поймет вот и поэтому соответственно уж что у нас есть то ребенку и отдали дальше естественно активно это например вот кто-то заболел переболел и клетки запомнили как с этим всем бороться вот после перенесенного инфекционного заболевания а по идее если мама кормит грудью то она со своим материнским молоком как я это называю со своим колострумом она передает ребенку а способы защиты информацию передает как она перенесла различные инфекции поэтому а вообще ранее в россии крестьянки кормили чуть ли не до двух лет это как правило приводило к тому что ну и потом дальше видимо следующим беременную женщину и опять почему потому что вот этот период кормления грудью хотя ребенок уже большой и он по большому счету не нуждается в питании через материнское молоко но что молоко несет молоко несет еще вот эту информацию она несет информацию как быть здоровым что надо делать клеткам для этого поэтому те кто к сожалению не пил грудное молоко они изначально решены очень большого количества вот этих вот иммунных ответов и это надо формировать сейчас во взрослом возрасте это не к тому что надо бежать искать и кормили туда и пить и крутой молоко нет есть вот наши продукты которые будут формировать этот вторичный иммунный ответ значит искусственный пассивный иммунитет это вот как вам приводят пример ну например вас укусил клещ вот если ваш клещ укусил чтобы клещ отдается на анализ он может быть сдан самопедемстанцию а вы можете пока этот анализ делают там инфицированный этот клещ не инфицированный сейчас на два вируса сразу делают анализ клеща вы можете сразу поставить в травмофункте гамма глобули ну так на всякий случай вот это тоже как бы глобулин это просто один из видов белка он помогает нейтрализовать вот непонятный вирус который еще у вас не прижился потому что как бы клинические проявления укуса клеща инфицированного могут проявиться только через несколько дней а клеща вы явно вытащите на первый день если все-таки он у вас там залез куда-то под кожу да и отнесете в травмопункт но не в травмопункт а в санопедемстанцию дальше есть так называемые искусственные активные это вопрос не ко мне здесь нужно прямо реально с многом разговаривать почему потому что это касается вакцины прививок вот я все-таки по своей профессии химик я могу высказать свое личное мнение в каких-то случаях вакцина прививки это хорошо в каких-то случаях я думаю что можно обойтись без него вот но это решать конкретно вам и советоваться реально со специалистом этой области какой будет результат какой будет результат вот от наших продуктов для иммунитета значит во первых будет более быстрый ответ на внешние воздействия если вы все-таки заболеете то иммунные клетки должны побыстрее распознать врага дальше тройное действие на иммунитет активирование укрепления поддержка особенно это знаете когда важно это важно не только когда вы еще не заболели но это очень важно когда вы переболели это очень важно для людей которые имеют серьезные ситуации например он перенесенным когда-либо онкологическим заболеваниям потому что у них вся иммунная система вся которая была была брошена организмом на борьбу с этим болезнью и человек вроде как и выздоровел и он чувствует себя хорошо вода и может даже быть снять с учета но резерва резерва иммунного у этих людей мало вот и поэтому им тоже нужна такая же поддержка как обычным здоровым людям также витамины минералы все это также нужно посмотрите формирование новых иммунных клеток помощь в восстановлении в случае болезни наслаждение любым временем года потому что вообще все продукты для иммунитета они для чего предназначены а помните была абсолютно красивая такая вдохновляющая реклама когда компания выпустила на рынок наш гель иммун плюс и была она под девизом каким гуляй под дождем вот радуйся любому времени года вот ветру зною граду вот то есть гель иммун плюс тебе в помощь в наслаждении жизни ну какой ребенок не хочет потопать по луже да любой ребенок вспомните себя вот и ребенок должен топать по луже но это не означает что он прям по холодной луже должен там не знаю в кожаных там или в тапочках каких-то да но он должен быть там резиновых сапога в какой-то курточке вот ребенок побегает по этой луже но вот о чем речь то о том чтобы если иммунная система в порядке то некоторое количество таких может быть ну не каждый день делаем их действий делать можно и по идее если иммунная система хорошая даже если вы например ну промерзли вы попали под дождь попали под снег иммунная система должна сработать вы должны прийти простите выпить чай цистус там что-нибудь побрызгать в горло там принять теплую ванну с термолосьоном и все и все на этом все организм должен сработать у вас в голове а вот так же как у меня у меня нет ситуации да бывает я там где-то там с кем-то ты пообщался видно что он простывший был или еще что то что я прихожу я прихожу домой и думаю что я сейчас выпью из того что у меня есть для иммунитета пью принимая ванну натираю что-то в нос побрызгала что-то в рот побрызгал все у меня нет голове что вообще болезнь возможно даже если я с инфицированным человеком пообщалась и так у большинства наших партнеров которые может быть ну длительно думают вот о именно вопросах иммунитета и периодически вот что-то принимают ну так в радость этом все вкусно не все в куче 22 там продукта для иммунитета нет не надо это никому а что-то немного это немного это немного это и в куче она дает в совокупности в сумме она дает очень хорошую защиту и чем у нас хорошо еще что возможно долгосрочное применение каких-то продуктов а возможно чисто сезонное использование так это те гарантии которые дает компания значит а если мы все подытожим то я хочу сосредоточить ваше внимание все-таки вот на нескольких продуктах потому что все для иммунитета ну просто невозможно собрать их много я уже объяснила значит в центре конечно гель иммун плюс а если по каким-то причинам этот гель для вас имеет очень яркий вкус он реально имеет очень яркий вкус и послевкусие имбиря например человек не пьет имбирь вообще к имбирю не очень хорошо относится вы можете взять тот питьевой гель который вам нравится способ 2 вы можете этот гель разбавить в воде и пить водный раствор а водный раствор он уже не имеет такого явного яркого вкуса вот и возможно вам будет очень комфортно но гель иммун плюс он все таки создан специально для иммунитета об этом нужно помнить что слабее чем гель иммун плюс слабее чем гель лимон плюс алоэ вера гель мед что еще слабее для иммунитета а еще слабее для иммунитета самые легкие но они самые легкие по плотности самые легкие по калорийности это гель персик но он тоже работает и работает через желудочно-кишечный тракт а все три эти гели для иммунитета работают по-разному смотрите имбирь очень быстро проникает в кровь его для иммунитета действие максимально это очень быстро он специально создан специально разработан дальше алоэ вера гель мед что он делает он укрепляет иммунитет через ухо горло нос бронхи легкие как я называю верхнюю что делает персик он укрепляет иммунитет через микрофлору кишечника где находится 70 80 процентов иммунных клеток ну как считать они все работают они все работают но они работают по-разному услышали по-разному дальше рейше мы с вами проговорили чуть попозже я дам схемы разные дальше линия алоэ вера цистос сладоником это капсулы спрей чай про баланс вот это то что можно пить 7 дней в неделю и 360 дней в году вот это основной из базовых продуктов вот ему нужно просто подбирать свою дозировку кому-то дозировка 1 2 таблеточки вот и это хорошо кто-то очень молодой активный и обмен веществ такой энергичный тому может быть и 12 постоянно пить у нас есть партнеры которые ростом 2 10 и извините переросте 2 10 скорее всего там даже не 12 надо пить намного больше вот про 12 полезных 12 про биотиков майн мастер немножечко коснемся почему отчего и абсолютно точно почему сейчас вот именно в этот период актуален ночной майн мастер значит по ночному майн мастер такая ситуация смотрите сейчас идет очень сильное изменение биоритмов смена лета было сейчас осень прям середина такая осени и нас ждет зима значит первое что в россии россия ну очень большая но общая тенденция такова что день с каждым днем все короче 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 и а это приводит к чему утром тяжелее просыпаться не хочется вставать в шесть-семь утра потому что очень темно вечером уже в 7 вечера уже так как будто 11 ночи и еще нет снега раз нет снега свет от снега белого не отсвечивает когда снег есть свет падает на снег и вот это свечение оно всем передается а сейчас нет снега и кажется вообще холодно промозгло и нет света а когда человек не получает солнышко солнышко у него начинаются депрессивные такие вот вещи то чего не происходит весной когда день прибывает вот и а именно сейчас нормализация сна является одной из самых таких вот важных моментов поэтому ночной майн мастер он не действует напрямую на иммунитет но он действует на биоритм а через восстановление биоритма он потом потом сделает вас более активным днем потому что он насытит вас минералами витамин то есть такая очень хитрая схема какие у нас есть варианты комбинации для кого значит для самых молодых активных конечно же я считаю что самые удобные это наборы антиэйдж они называются остановить свое старение быть молодым на основе того геля который вы любите я считаю что сейчас самый актуальный это гель имбирь возможно гель мед но вот эти два самых актуальных если вы считаете по моему вы тоже правы значит смотрите они бывают разные кто не знает бывает этот санаторный курс я его условно считаю двухмесячным бывают они с мэйд мастером а кому нужен с мэйд мастером если у вас интенсивная работой днем потому что мэйд мастер это напиток для работоспособности ума и тела вот если например у вас работоспособностью и силой все в порядке у вас очень большой энергетический потенциал вы реально хорошо себя чувствуете и вас интересуют только вопросы поддержки иммунитета тогда вы можете сделать такой набор чтобы было пять литров имбиря а один про баланс и от нами и вы тоже будете правы если есть вопросы с тем как вы спите что можно можно этот набор заменить вот не одеть вот в том варианте в котором он классический в котором он разработан реально помогает это уже проверим сделать свой набор антиэйдж например рейши совместить с тем гелем с которым вы хотите вообще рейши он создан как партнер геля севера и с гелем севера у него максимальное действие на организм пожалуйста то есть если можете севера его можно совмещать с персиком его можно с любым гелем который вам комфорт и например в качестве улучшения сна пожалуйста мастер на ночь порошочек он очень легко растворяется в теплой воде в холодной воде он плохо растворяется надо растворять в теплой воде он не имеет явно выраженного вкуса можно добавлять туда пол чайной ложечки меда можно вот и соответственно употребляете на ночь где-то за 20-30 минут до сна возможно употребление еще раньше надо смотреть на ваше состояние потому что вот я сейчас нормализую свой сон который у меня нарушен сожалению из-за работы на удаленке вот и что важно что лично на меня он через 20 минут не действует то есть он мне нужен более такое как бы время от принятия и до того когда я вот реально могу уснуть вот и поэтому вот мне например нужно его за пару часов до сна поэтому смотрите то есть вы должны сами почувствовать вообще на упаковке написано что за 20-30 минут до сна теперь что такое сезонное использование сезонное использование это то что я уже рассказывала то что мы уже разбирали многократно это когда мы используем специальные линии пример линию цистус и объединяем ее либо со скорой помощью либо с гелем мм плюс либо каким-то другим гелем либо мы к этому добавляем мощную антибактериальную защиту у нас есть микросильвер два средства одна микросильвер очищающий гель и вторая жидкий продукт микросильвер простите шампунь от перхоти к сожалению пока в этой линии нет напрямую например мыла специального который бы содержал микросильвер вот микропористое металлическое серебро это разработка института дрездена в берлине в германии и эти разработки внедрены в на на медицинские продукты под названием микросильвер но я считаю что любой из этих жидких продуктов может быть использован для антибактериальной обработки лица и рук вот это очень очень хорошее средство они очень очень густые и они прямо реально хорошую защиту дают при исследовании вот этого микросильвера бактериологическом под микроскопом да когда смотрят вот там четко видно количество бактерий после обработки микросильвером на этой поверхности на поверхности рук не на бактерии не размножаются очень долго в течение чуть ли не восьми часов а если вы моем обычным мыло вот обычное мыло взяли мылом обычным помыли то размножаться бактерии на такой поверхности начинают через 40 минут то есть это абсолютно как бы разные вещи вот значит если вы будете использовать его как мыло просто берете любой дозатор для жидкого мыла переливаете туда это средство вот и используйте еще раз напоминаю средства очень густые хватает одной капельки для того чтобы все руки ну и соответственно лицо обработать наносится на влажную кожу если мы будем говорить про бабушек и дедушек вы знаете бабушкам и дедушкам не всем понравится имбирь сразу вам скажу но что они с удовольствием будут пить они будут с удовольствием пить гель со вкусом персика и что мы им сделаем для того чтобы добавить туда частиц для иммунитета мы например берем 20 миллилитров геля персик и туда добавляем чайную ложечку гели иммун плюс и он будет таким легким легким вкусовым добавкой но туда попадет полезный компонент и если же все таки мы пьем гель персик то мы тогда и идем через желудочно-кишечный тракт и тогда для иммунитета мы используем про 12 файбер густ почему потому что вот вам пробиотики и вдобавок пребиотик все они вместе будут как бы действовать в одном направлении иммунитет через желудочно-кишечный тракт кроме того пожилые люди многие имеют вопросы с туалетом а при использовании про 12 файбер густ файбер густ никак написано упаковки в два раза меньше нужно пожилым людям может быть даже в три раза меньше обращая на это вас внимание вот у пожилых людей если вы улучшите ситуацию схождения в туалет они вам будут очень благодарны а параллельно еще и иммунные клеточки восстановить если мы используем ладоник у нас получается в россии два средства в казахстане еще есть третий чай значит у нас есть спрей у нас есть капсулы каким образом их использовать но во первых спрей он создан для мгновенного действия если у вас есть вопрос потому что слегка запершила горло или вы чувствуете что вы подпростыли вот именно первые симптомы но все взрослые люди оценили эти первые симптомы достали из сумочки спрей цистус и канус и набрызгали себе в горло трипшика если вы хотите сохранить здоровье детей которые идут в садик и в школу тогда что мы делаем мы утром зубы почистили и на чистую слизистую маленьким деткам максимум два пшика пшик пшик и потом после этого 5-10 минут не пьем не идем вот если ребенок взрослый когда уже пошел в школу рот открыли два пшика или три пшика пшик пшик все ребенок ушел в школу но желательно чтобы по пути в школу он не пил не ел вот потому что сразу же в кровь а это удобно это практично вот у него очень приятный вкус теперь он ладаник все-таки обладая достаточно мощным таким действием и желательно не превышает те дозировки которые написаны а там есть рекомендации то есть еще раз детям два пшика постарше детям три взрослым максимальная дозировка три раза по три пшика если у вас есть на самом деле вот вы чувствуете что вы что-то серьезное подхватили вот в этом случае вы можете в течение дня несколько раз не три раза больше в течение первого дня пока еще нет ничего не ушло туда глубоко дальше если мы используем капсул в капсулах дополнительно содержится цинк и витамин c капсул очень много 60 их можно использовать для профилактики в половинной дозы от написано на упаковке по одной капсуле вы можете использовать в той дозировке которая написана на упаковке две капсулы это профилактическая дозировка если вы простыли если вы чувствуете озно вот то что тогда тогда мы можем помочь организму и выпить сразу же в первый же день 5 капсул первый день 5 капсул во второй день 4 капсул в третий день 3 капсул в четвертый день 2 капсул и потом еще два-три дня я пью по 2 капсул и все то есть вот если вдруг мы чувствуем что мы реально что-то схватили а мы все это чувство просто можем это отодвинуть если нам это некогда но почувствует мы все чувствуем вот сразу же в этот же день 5 капсул пожалуйста то есть в этом случае у нас выходит 15-20 капсул на одного взрослого и для НЗ для НЗ я всем своим партнерам рекомендую как неприкосновенный запас иметь в доме обязательно спрей и иметь в доме обязательно капсул потому что они реально работают вот такое растение ладоник представляете 72 процента ладоника 86 процентов ладоник вот такое растение в греции турции растет в горах что мы можем деткам еще дать и взрослым вообще всей семье мы кроме ладоника можем дать витаминки витамины витоактив чем они хороши помните мы начинали с того что есть опыт растений сила растений и именно эта сила растений овощей и фруктов использована в наших витаминках когда их принимать есть знаете два таких способа которые имеют научное обоснование а первый способ он говорит о том что витамины нуждаются в транспорте а транспортом для витаминов клетки является белок то есть когда мы едим белковую пищу мы должны выпить чайную ложку витаминов либо растворить их небольшом небольшом количестве водички выпить это имеет место быть потому потому что как бы белок улучшает доставку витаминов в клетку это с одной стороны а с другой стороны такое количество витаминов оно как бы разрыхляет белок и делают его менее плотным то есть более легким для гидролиза организма для его переваривания это просто вот ну великолепная такой симбиоз с другой стороны с другой стороны там очень хорошее содержание витаминов d и это дает мощный иммунитет но кроме этого это дает великолепная усвояемость омеги омега-3 для того чтобы хорошо усвоиться для того чтобы она дошла до сердца и сосудов а у нас очень многие употребляют на постоянной основе именно 3 вот а очень важен витамин d и тогда например вы сразу после еды пьете капсулку омега-3 и витаминки то есть тогда она соприкасается по витамину d или же она соприкасается по белку во время еды смотрите и так и так правильно некоторые просто дают своим деткам например вот витаминки причем я видела очень много видео когда партнеры дают просто вот не разбавленные витамины кто-то из детей не может пить такие густые витамины потому что витамины они сильно-сильно концентрированы они напоминают кто не пил такое знаете густые чернила они очень вкусно пахнут они очень вкусный но я лично разбавляю можно на основе этих витаминов делать заправку для салатов единственное условие заправка делается непосредственно в ту тарелку которую вы данный момент едите и эту тарелку вам надо съесть и простите всю заправку вылизать иначе смысл заправки вы заправите а потом эту заправку в тарелке оставить что то есть используем средиземноморский способ когда берется кусочек хлеба и все оливковое масло с этой заправкой витаминной съедается с кусочком хлеба и вы отдаете тарелку после салата идеально чистую это кстати касается любых салатов заправленных нерафинированным маслом любых мы для чего заправляем нерафинированным маслом чтобы это нерафинированное масло дошло до наших сосудов а как оно туда дойдет если мы съедим например условно огурцы а маслом в тарелке оставим но нужно никак с тарелки к нам не припрыгать надо как-то это вот цивилизованно очень красиво научиться есть в европе даже есть такая традиция когда подается просто овощная тарелка отдельно подается маленькая чашечка там налито оливковое масло и просто берется например кусочек там огурца и он макается в оливковое масло и потом в рот но это тоже правильно вот а у нас получается если кто-то делает заправку из масла с этим витамином получается еще и витаминная заправка попробуйте для разнообразия еды я не говорю что например надо обязательно так делать но для разнообразия это тоже имеет место быть так у кого есть возможность из казахстана или откуда-то купить привезти чай цистус вы знаете да великолепный напиток единственное он не заваривается просто так за одну-две минуты он не заварится его либо заваривал в керамических либо в стеклянных каких-то толстых сосудах в течение 10-15 минут либо его можно довести до кипения и выключить и он чтобы настоялся в кастрюле или вот в какой-то емкости с толстыми стенками его очень вкусно если к нему добавлять лимончик очень вкусно если туда добавлять я уже рассказывала корицу гвоздику можно на основе нашего чая цистус инкану сделать глинтвейн и пунш безалкогольный очень вкусно можете добавлять потом когда остынет немножко меда там корицу гвоздику яблоки и так далее и сделать очень вкусные разные напитки для всей семьи это особо актуально если например кто-то пробок промерз вот бывают такие ситуации но не знаю там машина на трассе сломалась еще что-то не знаю куда-то ходили в поход замерзли не хватило горячего чая или там чего-то еще не хватило и вот именно вот горячая ванна плюс вот этот чай напоминаю еще раз всем это очень-очень полезно это очень-очень приятно это сделать очень просто и очень быстро это ванны с термолосьоном в качестве мыльной основе мы используем мыло алоэ вера мыло алоэ вера сейчас есть у нас по акции вообще просто один из совершенно замечательных продуктов значит как мы добавляем в ванну термолосьон когда у нас струя воды идет мы под струей воды распределяем две чайные ложки термолосьона часть термолосьона оказывается в там же эфирные масла часть термолосьона окажется в помещении ванны часть термолосьона попадает в саму ванну этого достаточно и например для ребенка что происходит он принимает ванну все дети любят купаться как правило да с удовольствием через день например вы это делаете вот как лечебная ванна курс минимум 10 дней то есть 20 дней вот таким вот образом и вот этого количества маленького термолосьона для того чтобы слегка подышать для того чтобы слегка разогреть тело этого достаточно для взрослых для взрослых если вы все-таки подпростыли то что после этого можно можно сделать точечный массаж на лице и а можно натереть те участки которые отвечают за как бы выздоровление при простуде это соответственно для термолосьона это икры это ладошки это стопы но это для взрослых если касается например температуры для ребенка то вместо термолосьона мы можем использовать концентрат вот и если ребенка хорошо тереть а потом нанести на него концентрат он очень быстро впитывается концентрат будет служить таким проводником и кожа ребенка если есть высокая температура кожа ребенка очень быстро охлаждается вот попробуйте то есть ну это тоже помощь привод всяких простудных вещах значит ребенка концентратом мы обмазываем от волосиков до тросиков плюс лапки ручки и ноги стопы и ладони но ребенка мы наносим а концентрат а взрослым можно наносить термолосьон только аккуратно не попасть на слизистые что мы делаем с горлом с носом потому что так что-то пишут что мы делаем с горлом с носом значит мы можем использовать те средства которые у нас есть значит у нас для горла еще раз спрей цистус дальше в горло и нос можно брызгать спрей скорая помощь алоэ вера это 83 процента алоэ вера и 12 травок значит в горлышко и вообще всем членам семьи нужно разлить маленькие бутылочки вот маленькие бутылочки по 25 миллилитров их можно отдельно купить и из большого спрея хранить его в холодильнике из большого спрея налить в эти маленькие бутылочки и каждому положите сумочку то есть чуть-чуть нос зачесался чуть-чуть горло запершило сразу достали сразу побрызгали это очень просто он очень вкусный приятный детки горлышко брызгал с удовольствием дальше если мы используем термолосьон то это уже как бы такая во первых он пахнет термолосьон во первых он разогревает значит что можно делать можно делать точечный массаж сейчас на себя попробую показать значит смотрите вот у нас лоб делится на три части представьте взяли свой лоб разделили его на три части мы получили две точки вот 1 . 2 . вот эти две точки то есть сюда нам нанести термолосьон поставить раз теперь слева справа вот здесь два вот здесь вот три вот здесь вот 4 вот здесь вот 5 дальше нанести на два пальца вот сюда и сюда термолосьон и вот так вот вот такими движениями и с этой стороны такими же движениями вот как бы слева справа от уха вот и дальше можете растереть все эти эти остатки хорошо по рукам только очень хорошо и когда вы это делаете точечный массаж термолосьоном для взрослых обращая внимание нужно чтобы глаза были закрыты ватными дисками мокрыми потому что термолосьон он очень большое количество эфирных масел сразу в воздух выпускает до чтобы не попало на слизистую это важно зато еще потом слезы туда это уже проверено потому что если как бы вот но не допускать чтобы были серьезные вот такие воспаления в самом самом начале мы можем облегчить свое состояние очень сильно значит концентрат мы можем с концентратом делать такой же точечный массаж и к деткам потому что там мы не будем бояться что мы не дай бог там эфирное масло ему там в глазик попадет или еще куда-то и плюс концентрат можно использовать в нос как оксалиновую массе то есть если вы все-таки куда-то идете если вы поедете в общественном транспорте даже если вы поедете на такси вот вот для этих случаев и вот я тут привела пример мне очень он понравился этот пример разработали вот кто-то из партнеров я к сожалению даже не знаю кто потому что прислали мне мои партнеры вот которые обучаются в этой группе и посмотрите какой замечательный рецепт для полоскания горла рецепт проверен сейчас я его полностью расскажу значит берется 150 миллилитров кипяченой воды дальше туда добавляется 5 пшиков спрея скорая помощь 1 столовая ложка геля имбирь плюс вот и это перемешивается и получиться горло полоскать горло все умеют вот пополоскали выплюнули получиться горло а потом шея шея обрабатывается термолосьоном натирается и партнер которая вот привела этот рецепт явно она сама придумала или еще там кто-то да ей подсказал или это общий такой рецепт да она пишет что кутруты как огурчик вот так что вот можно использовать такой рецепт я думаю рецепт замечательный запомнили кипяченая вода 5 пшиков скорой помощи 1 столовая ложка иммун плюс еще а что вот я считаю нужным и важно предположим у вас есть возможность закупить иммун плюс и после у вас стоит как только вы чувствуете ну какую-то там потребность вы можете его выпить максимальная дозировка геля иммун плюс может быть это предельная дозировка предупреждаю 250 миллилитров в день можно сделать как можно например сделать для себя нз вот сколько у вас членов семьи ну предположим трое человек в семье и вы покупаете гель иммун плюс покупаете маленькие бутылочки и кого 100 миллилитров которые гель разливается и вы просто по 100 миллилитров по максимуму под крышечку наливаете вот да и у вас на каждого члена семьи по две такие бутылочки почему на первых два дня ну вот вы простудились и у вас на первых два дня и есть очень большая дозировка гель иммун плюс а потом если вы почувствуете что вам необходимо вы дозакажите пока вам он придет у вас будет на первые два дня это вот как бы такая условная аптечка алоэ вера вот или аптечка лр я ее называю домашней это также как спрей цистус вы понимаете когда вы уже сильно разболелись но спрей цистус может быть вам и помочь но там уже нужны лекарственные препараты а это не к нам наши продукты когда могут вам облегчить ситуацию в начале в самом начале чтобы вот из этого начального состояния раз сразу в здоровое перешли вот и еще есть такой рецепт очень необычный для его разработала доктор наталья куликова в екатеринбурге значит это способ только для взрослых берется ватная палочка на ватную палочку берется термолосьона совсем-совсем на краешке представили на ватную палочку и если у вас уже вот чешется в носу вот чувствуете что вы все вы простыли вот там вот уже у вас царапается все в носу очень аккуратно в нос ватной палочкой вот это небольшое количество прикрепляется в нос только для взрослых вы знаете надо вот это количество оно должно быть очень маленькая там получается очень сильно как большое количество эфирных масел сразу же там все сразу же это все вычихивается да это вот такой необычный способ для смелых только абсолютно точно для взрослых это все основано на использовании как бы многолетним использованием во всех кстати аптеках во всех культурах вот кто-то может быть был в таиланде в индии вот везде на востоке знаете есть такие на масле эфирные масла которые специально в нос в горло когда ты простываешь вот это все на этом основано и немцы здесь не сделали революцию просто они сделали продукт термолосьон который можно использовать и для ванны и для того чтобы например спортом заниматься и для того чтобы чуть-чуть простуды профилактировать у нас каждый продукт он как бы многоцелевой я когда увидела что иммун плюс можно еще горло полоскать я очень даже этому обрадовалась то есть вот я не придумала кто-то придумал я с вами делюсь спасибо этому партнеру до него точно дойдет вам благодарность какие соки мы делаем осенью сейчас у нас в россии очень много дешевый моркови вот вы знаете морковь можно туда добавлять чуть-чуть свеклы чуть-чуть капусты у нас очень много яблок я считаю что вот самый самый сейчас такой дешевый полезный продукт для всей семьи это будет сок морковно-яблочный натуральный слегка с мякотью туда добавляете тот гель который вы хотите вот можете туда лимончика добавить можно имбиря добавить можно например вот мне проще взять гель имбирь добавить и все ритм жизни такой что вот сок то можно сделать а вот гель имбирь раз добавила вот он такая добавка можете добавить одну чайную ложку льняного масла это очень вкусно это очень полезно сок должен быть с мякотью потому что нужно для кишечника вот это все чтобы было как объяснить чтобы была работа потому что вот этим жмых который будет в соке в небольших количествах а кто-то даже знаете как сок делают не соком смузи смузи это когда берется вода туда добавляется например немножко кусков морковки немножко куски яблок и это все блендером взбивается получается условно говоря как бы пюре смешанное с водой это тоже вкусно это тоже полезно вот один раз в день прямо вот вообще и модно и можно в красивые стаканчики я думаю вот кто корректирует весь можно другой какой-то продукт добавить специально для этого для деток можно красиво украсить вот и это будет как бы очень актуально для осени так у меня пока все то есть рецепты для поднятия иммунитета я вам рассказала сейчас я посмотрю какие есть вопросы если я на них в ходе не ответила у нас есть 10 минут для ответов на вопросы так минутку я найду очки текст маленький мелкий сейчас я его прочитаю вы пока можете поделиться теми рецептами которые лично вы используете с нашими продуктами потому что наверняка у каждого партнера у каждого лидера есть такие наработки интересные так так сейчас я вернусь сначала всем здравствуйте всем здравствуйте всем здравствуйте запись будет как обычно на канале youtube плр ну вроде нормально идет так так и вита правда ли что рейши противопоказан тем у кого проблемы с сердцем такого противопоказания на рейши нет можно ли давать рейши семимесячными малышам для иммунитета нет нельзя рейши продукт для взрослых лет сорока как принимать грипп рейши и когда грипп рейши можете принимать лет после сорока возможно и раньше если есть какие-то к этому ну как бы причины причины потому что это очень как бы омолаживает очень восстанавливает внутрь но я считаю что лет до 35-40 человек должен быть и так здоров и лучше пропить наш пробаланс на постоянной основе вот лучше активно спортом каким-то заниматься и как-то урегулировать питание и это будет лучше чем начинать пить рейши вообще есть такая позиция эта позиция не моя это позиция очень грамотных докторов о том что когда у ребенка до трех лет что-то такое возникает надо работать с мамой в первую очередь а только потом с ребенком вот и на это есть очень большая клиническая база потому что лучше становится становится чувствовать мама и соответственно лучше себя чувствует ребенок это касается очень многих позиции и иммунитета и каких-то других Екатерина я кормила почти до двух лет а ребенок все равно болеет ну значит что-то ему еще не хватило вот для ребенка для детей что у нас цистус спрей горлышко скорая помощь спрей горлышко в носик ванны с термолосионом можно алоэ вера персик вот ну пожалуйста пожалуйста тут ничего не могу сказать марина онкобольным запрещают витамины якобы они могут вызвать больноцидива вы знаете так как мы напрямую с такими людьми не работаем ну так чтобы вот были прямо какие-то у нас продукты на которых было написано там работать с онкобольными нет в любом случае больной который находится на учете у онколога он все пропускает через совет с врачом и кто-то при онкологии например вот у меня у у мамы была онкология и достаточно успешно с этим справилась вот и значит у нее был обязательно каждый день три раза в день витаминный чай вот правду говорю вам понимаете абсолютно точно тут он с этими людьми там ситуация такая еще раз я выше объясняла у людей которые перенесли онкологию достаточно успешно как-то ее лечили вылечили и у них допустим через год все хорошо вообще если три года хорошо человек считается вылеченным ну я так просто вам говорю как как считается какое на самом деле это не меня судили вот значит смотрите у них получается что все резервы организма все резервы организма были потрачены на борьбу с ростом клеток и организм имеет иммунитет на низу на низу и просто так его иммунитет теми дозировками которые написаны на наших упаковках для здоровых людей на наших упаковках написано дозировки для здоровых людей чтобы они оставались здоровыми эти дозировки этим людям скорее всего не подойдут и им надо подбирать индивидуально очень аккуратно и очень хорошо если такой человек консультируется с врачом а по поводу витаминов смотреть надо гулять под дождем красивая реклама сезонная защита там знаете было гулять целуйся под дождем там была еще интереснее реклама так если гель вообще не подходит тяжесть печени и стул любой гель пробовала пью цистус энканус значит смотрите лариса не то что гель не подходит гель алоэ вера он пытается почистить клеточки на данный момент вам подойдет дозировка как для грудного ребенка одного месяца какая дозировка для грудного ребенка одного месяца одна капля кто-то может хихикать на эту тему но это достаточно серьезно есть люди которые даже к 30-40 годам имеют серьезные проблемы со здоровьем и для таких людей я не говорю чуть старше старше еще больше вопросов вот и для таких людей я считаю что надо просто утром ввести питье сырой воды в которую добавлен одна капля геля пьем там неделю все хорошо пьем вторую все хорошо хорошо две капли геля и так потихоньку потихоньку вы удивитесь но где-то через 2-3 месяца вы уже сможете пить 5 миллилитров геля и он потихонечку будет насыщать ваши клеточки вам будет легче если вы можете пить капсулы очень хорошо то есть можно начинать с пробаланса можно начинать со спрея скорая помощь но если не как через внутрь начинаем снаружи так в омега-3 есть витамин D как много и почему в каталоге не указано про витамин D Евгений это классический хороший препарат для любого хорошего препарата омега-3 которым является наш есть требования по содержанию витамина D и Е для того чтобы не окислялись двойные связи двойные связи которые есть в молекуле омега-3 кислот и поэтому там нет того витамина D и витамина Е который бы пошел вам там витамин D и витамин Е чтобы сохранить капсулу чтобы сохранить высококачественное сырье из спинок холодноводных рыб поэтому не указано в каталоге я думаю понятно витамин D у нас только в витактиве в очень хорошей дозировке причем по нормативам Германии там его больше 100% по нормативам России его там 50% от нормы так что кто необходимы кому витамин D на 2 недели на 2 недели не более на 2 недели можно витактив пить в двойной дозировке но на 2 недели ой к сожалению ни с какими вакцинами не знакомо можно ли использовать гель фритом если он открыт 2 месяца рекомендовано производителям после вскрытия хранить гель 1 месяц в холодильнике если гель хранился дольше что бы сделала я у любого геля есть замечательные косметические свойства вы знаете сделайте себе ванну клеопатры вылейте сюда свой гель полежите вы потом удивитесь какая будет ваша кожа посчитайте что вы сходили в салон красоты второй способ наши гели можно использовать как средство ухода за руками и ногами вы можете просто вот после геля или душа вылить гель в чашечку из этой чашечки прямо полностью обработать руки ноги какие участки вы хотите вы знаете вы будете тоже удивлены кожа будет как шелк старайтесь все-таки продукт питания питьевой гель выпивать за месяц при хранении в холодильнике детям прошу не давать продукт который хранился больше месяца если ребенок вы видите не выпивает например за месяц ваш гель пожалуйста выпейте сами и в следующий месяц купите ребенку новый как можно еще поступать смотрите если у вас есть такой вопрос по дозировке мы покупаем гель один литр покупаем 10 бутылочек по 100 миллилитров дальше эти бутылочки внутри стерили но стерили только один раз что вы делаете вы сразу гель вскрываете и в 10 бутылочек переливаете содержимое одного литра и один раз закрываете и эта бутылочка как будто бы завальцовывается и такая бутылочка в холодильнике может храниться до 3 месяцев но когда вы ее вскрыли вы ее быстро выпиваете там всего 100 миллилитров но для меня это может быть за один раз или два раза в день попить вот почему это удобно я считаю что такие дозировки должны быть дома если вдруг кто-то приболел сразу можно помнить я говорила до 250 миллилитров имбиря как его всегда иметь под рукой сразу разлить его на маленькие бутылочки особенно если например один человек в семье или два и у вас будет всегда вот эта заначка плохо себя почувствовали сразу выпили гель имбирь потому что вот у меня партнеры мне высказывали очень большое количество благодарности за то что вот они купили когда-то по акции гель имбирь и когда например началась вот это массовое заболевание ковид и все начали выходить на удаленку и так далее болеть стали они до этого выпили и у них я не знаю у них сложилось такое ощущение я и рентген я их не проверяла у них сложилось такое ощущение что именно благодаря тому что вот они вовремя выпили гель имбирь вот они чувствуют себя хорошо и даже у меня есть партнеры у которых заболели другие родные они не заболели вот потому что вот они считают что они пили гель имбирь и гель имбирь нужен как бы вот как НЗ он всегда нужен ну пусть он стоит потому что вот ну сейчас я живу в Екатеринбурге была недавняя инвентаризация да и доставка продукции соответственно задержалась на 4 дня то есть ну как бы обычная доставка плюс 4 дня человек может получить ваш продукт очень ценный который ему нужен только через 7 дней а за 7 дней простите он уже может в больнице бежать за 7 дней а нужно же продукты-то натуральные нужно же сразу же помогать поэтому какой-то небольшой запас стараемся держать маленький ну какой-нибудь небольшой запас ну хоть там несколько бутылочек маленьких этого геля или там спрей или там термолосил ну что-то нужно держать в запасе ну на всякий случай на всякий случай вот от избавления от лямбли наша продукция к сожалению не работает так куда брызгать спрейцистус глубоко или на язык да как набрызгаете так набрызгаете нет никаких этих рекомендаций при ознобе растираю руки до локтей термолосьоном и в носу пальчиком и я без простуды хорошо смотрите значит цистус пять капсул пить за один прием или нет как хотите но в первый день если вы заболели реально вы это чувствуете пять капсул в день в первый день гузель ребенку восемь месяцев алоэ вера надо разбавить я бы давала капель на либо в ротик либо несколько капель в водичку которую ребенок пьет как принимать рейши утром или на ночь как хотите как считаете нужного одна капсула во время еды или после еды запись будет так елена говорит о том что да помогает концентрат наверное для снижения температуры где есть четкая схема точек вы знаете можете набрать в интернете точечный массаж при насморке или точечный массаж при гайморите вот так вот точечный массаж при гайморите должно выйти так очень люблю термолосьон так дарья можно только полоскать вот этим вот новым рецептом сейчас я его верну или можно его сглатывать вы знаете я думаю от того что кто-то проглотит воду со спреем скорая помощь иммуном плюс ничего страшного не будет но речь идет о полоскании полоскание полощи выплевываем очень хороший продукт если человек переболел ковид подскажите чем его реабилитировать с помощью нашей продукции вот я думаю этим вопросом мы и закончим смотрите если человек переболел ковид его реабилитация она по-хорошему идет три месяца сейчас я объясню первый месяц идет реабилитация желудочно-кишечного тракта потому что дают три антибиотика и он антибиотики три антибиотика дает один не срабатывает видимо и весь желудочно-кишечный тракт поврежден вот смотрите вот эта схема персик гель имбирь тут можно не давать значит потому что уже переболел вот гель персик про 12 файбер буст это первый месяц восстанавливаем желудочно-кишечный тракт пусть спокойно восстановит уже переболел человек уже все уже выздоровел уже живой уже уже все уже хорошо вот это первый спор месяц второй месяц нужно восстановить и убрать так называемые фиброзные ткани которые образовались на легких что такое фиброзные ткани это как будто бы вот представьте гроздь винограда так вот нормальные ткани они как будто свежий виноград а фиброзные ткани как будто слегка знаете распухший виноград либо наоборот слегка высушенный виноград они вот эти ткани на легких достаточно плотные и к сожалению сейчас некогда заниматься реабилитацией вот этих тканей как правило эта реабилитация нужна мужчинам почему у них объем легких очень большой и повреждения после ковида у них тоже достаточно большое по площади и им тяжело дышать так вот второй месяц это нужен гель севера гель севера потому что он восстановит кровоток в этих местах и вызовет уменьшение вот этих вот фиброзных различных тканей гель севера очень хорошо помогает омега гель севера омега возможно на этом же приеме пробаланс гель севера омега пробаланс это второй месяц мы как бы убираем вот эти плотные ткани и есть третий месяц когда вы смотрите вы первый месяц желудочно-кишечный тракт восстановили второй месяц мы вот эту все ткани твердые убрали и еще вот в этот второй месяц что очень важно важно ванны с термолосьоном и важен массаж с термолосьоном грудь спину и очень важно гулять на свежем воздухе потому что нужно продышаться нужно чтобы кислород поступил в легкие почему именно севера севера дает максимальный допуск кислорода до ткани вот когда это все восстановлено тогда третий месяц пожалуйста восстановите иммунитет а для иммунитета у нас вот все наши продукты то есть что он захочет захочет пусть попьет гель-имбирь для восстановление иммунитета захочет плюс попьет реши пожалуйста восстановит так захочет пусть пропьет капсулы цистус но третий месяц еще раз желудочно-кишечный тракт раз фиброзную вот эту ткань убираем два и третий месяц пожалуйста что то для иммунитета что комфортно нравится имбирь и пусть пропьет иммун плюс. Мне нравится имбирь, не знаю, просто попьет алоэ, вера, гель, мед. Но именно для иммунитета. Это вот могут быть несколько продуктов. Кто молодой, активный, еще раз вот туда вот напишу, потому что вот восстановление – это очень тяжелое. Идет в основном мужчин. Мужчины очень часто, перенесенные после ковид, нуждаются в санатории лечения. И там им что делают? Им делают кислородные ванны, им делают кислородные коктейли, им делают массаж грудной клетки и спины. Их заставляют абсолютно точно гулять на свежем воздухе. Их заставляют принимать ванны для тех, кто уже реабилитирован по сердцу. Всякие ситуации бывают у людей. И, пожалуйста, потом можно в санаторий для молодых активных либо такой, либо с рейши. Можно вообще просто третий месяц рейши попить и все. Но это кто? Молодой, активный. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Реабилитацию более быструю я не знаю. То есть реабилитировать все системы разом, я считаю, не имеет смысла. Я считаю, что вот эта схема, она правильна. Еще раз, желудочно-кишечный тракт, гель, персик, про-12, фабербост. Второй месяц севера, омега, термолосьон. Абсолютно точно. Можно добавить проваланс. И третий месяц для иммунитета, что вы посчитаете нужным. Либо линия цистус, либо гель иммун плюс, либо рейши. Как вы посчитаете нужным. Все. И вы будете как огурчики. У вас будет иммунитет, потому что у нас есть партнеры, у которых даже вроде как никто и не болел, а иммунитет очень-очень сильный, крепкий. И я не буду называть фамилии, это неэтично, но очень многие партнеры уже могут быть, наши партнеры, которые сдавали анализы, они имеют такое количество иммунных клеток, что могут быть донорами плазмы. Хотя какого-то активного, они активно не болели. То есть они как-то так вот все перенесли, даже не помнили, болели ли они, но когда они сдали анализ случайным образом, кто-то специально ходил сдавал анализ, но кто-то так получилось. Оказалось, что вот у них иммунных клеток намного больше, чем необходимое. Так что вот. Я думаю, на сегодня у нас все. Сейчас я посмотрю. Время наше уже истекло 10 минут назад. Да, то есть я думаю, так, так, так. Давайте вот я на последний вопрос отвечу. Спрей цистус или спрей скорая помощь? Ни одно и то же. Нет, это ни одно и то же. Спрей скорая помощь можно использовать в горло, в нос хоть 10 раз в день. А спрей цистус можно использовать максимум 3 дня, для взрослых, 3 раза для взрослых и 1 раз для детей. Так, ну все, мы тогда с вами на сегодня прощаемся. До следующих встреч. Будьте здоровы, будет запись. Я благодарю вас за те рецепты, которые ко мне доходят, потому что вы видите, я их озвучиваю. Вот, давайте их все будем использовать, разнообразим чуть-чуть свой рацион, сделаем для себя морковный сок, туда добавим имбирь, вот, и все будем здоровенькими, все будем такими молодыми, красивыми. Вот, сейчас до конца дойду. Ванны с термолосьоном. Вот он, наш божественный нектар. Вот мой последний слайд с нашими секретными формулами. Крепкий мужской, женский, детский иммунитет. Значит, что это такое? Это иммун плюс, это цистус линия, это витамины витактив, это спрей скорая помощь, это 12 пробиотиков, это рейши, это маймастер, и это линия микросервер, и, конечно же, любовь. Любовь к себе, любовь к нашей продукции, любовь к своим близким. Вот, потому что хорошее настроение, еще раз говорю, очень хорошее настроение и сила для жизни дает организму возможность отразить любую атаку. Поэтому хорошее настроение никто не отменяет, его всегда первым надо держать в голове. Вот, с вами была Татьяна Шерстобитова. Вся продукция компании выпускается под девизом «Больше качества для вашей жизни». Всем до свидания. До свидания всем.